Друзья, всем привет, с вами Джамбу Макс, и в этом видосе я хотел бы вам рассказать о том, как я купил GTA San Andreas и обломался. Началось всё с того, что на днях нам с братом взбрело в голову поностальгировать и окунуться в детство с игрой GTA San Andreas. Это действительно некая игра детства, мы играли в неё на PS2, на Xbox 360, а мой брат в неё играл и на мобилке, и на компе, короче, именно он фанат этой игры. Но поиграть мы в неё захотели не из-за сюжета, а из-за локального мультиплеера. Если вдруг кто-то не знал, то на версии Xbox, PS2 были определённые места, которые позволяли подключить второго игрока при помощи второго геймпада и просто побуянить по всему городу. Если вы вдруг тоже делали такое, то прожми лайкусик, посмотрим сколько нас. Чаще всего мы этим занимались, чтобы и поиграть вместе, и как можно дольше продержаться во время того, как гонится за нами полиция. Раньше мы ехали в аэропорт, находили там потайной ход, перелазили там через забор или через что-то ещё, получали полицейские звёзды. Но поскольку аэропорт, это была, по-моему, запрещённая зона в каком-то моменте. И, в общем, пытались добить какой-нибудь самолёт и улететь от всех этих проблем. Помню, тогда нам получалось лишь добыть какой-нибудь одноместный самолёт, один садился в него, а второй персонаж прыгал на крыло. И мы, в общем, таким образом пытались уйти от преследования. Но сразу вам скажу, что это было гиблое дело, продержаться долго мы не могли, ну, поскольку это действительно было сложно. В общем, нам хотелось это всё повторить на каком-нибудь стриме, да и просто поугарать, как это было. И, в общем, мы всё же решили купить её по обратной совместимости, что поиграть в неё на Xbox One. Если что, она в стори стоит 600 рублей. На самом деле, нам изначально показалось, что в этой версии что-то не так. Она по-другому начинается, немного изменён интерфейс, управление, но этому особого значения не придали. В итоге мой брат стал проходить миссии, поскольку мы думали, что локальный мультиплеер открывается через какое-то количество миссий. И в итоге всё было безуспешно, поскольку чуть позже мы узнали, что в Microsoft Store продаётся переиздание этой игры, а не та самая версия. Многие могут спросить, что в этом такого, ведь она просто выглядит лучше, а в остальном это та же самая игра. Нет, здесь я не соглашусь. Дело в том, что это чуть другая игра, не та самая версия, в которую мы любили играть. В этой версии, которую мы купили, похерили одну из самых главных вещей, а именно стрельбу. Тут практически невозможно нормально ни по кому попасть, поскольку тут нет автоприцеливания на огнестрельном оружии, как было раньше. А оно, ну, автоприцеливание давало очень многое, поскольку управление на старых геймпадах, а именно на стиках, именно при стрельбе, было такое себе, поскольку у них была очень большая мёртвая зона. Мне кажется, собственно, поэтому на старых версиях и вводили автоприцел. И, к сожалению, в переиздании нет того самого локального мультиплеера, из-за которого мы капец как и обломались. Плюс, поискав в интернете хоть какую-то информацию в надежде на то, что такая миссия в этой версии всё-таки есть, я наткнулся на пост, в котором сказано, что данное переиздание – это вообще порт с мобильной версии, что, в принципе, поставило точку в моих сомнениях. Поскольку, когда мы её купили и начали проходить первые миссии, нам показалось, что это порт с мобилки. В одном из моментов у нас вылез странный интерфейс одного из действия в виде кружка. На нашу память в старых версиях такого никогда не было и было лишь в мобилках, ну, поскольку там нет кнопок и всё было нарисовано в виде кружков. И на тот момент, когда мы это увидели, я ещё подумал, типа, хм, как-то странно, ведь такого не было в оригинальной версии. В принципе, после того, как я нашёл эту информацию, я не успокоился и запустил ту самую версию San Andreas на своём Xbox 360. И как потом оказалось, на Xbox 360 мы играли вообще в версию от оригинального Xbox, а в Microsoft Store продаётся совершенно другая версия. Короче, к чему я это всё веду? Если вы вдруг захотите поностальгировать, окунуться в мир San Andreas, не советую этого делать по обратной совместимости и покупать эту версию через Microsoft Store. Лучше купите эту игру на комп или же на мобилку. Да, ценник будет практически такой же, но поверьте, играть вам будет намного комфортнее. Ну, как-то так. На этом, в принципе, всё. Если понравился видосик, то ставь лайк, подписывайся на канал, пиши свои истории облома с какими-нибудь играми и большое спасибо за просмотр. До новых встреч.